следующий сервис называется xmind это один из самых классических самых старейших сервисов для создания интеллект-карт которым я пользуюсь это приложение устанавливается на десктоп ссылочка на интеллект-карту вот она у вас есть сама интеллект-карта выглядит вот так вот давайте разберем прямо в xmind как строить интеллект-карт итак заходим в нашу интеллект-карту она получилась масштабная вы можете уменьшить ее размер вот здесь вот в левом нижнем углу нажимая на масштабирование как вы делаете интеллект-карту на xmind составляете первый главный блок от блока нажимая правой кнопкой мышки выбираете подраздел делайте подразделы каждом подразделе создаете свою отдельную ветку ее тоже можно складывать вот так вот и разворачивать делайте веточку блок 1 блок 2 блок 3 блок 4 каждую веточку вы записываете из файла lesson one summary слова фразы выражения дальше каждой веточки вы формируете предложение те которые были в lesson summary и свое собственное предложение сюда вставляете четвертым пунктом делается это просто вы нажимаете клавишу tab и у вас появляется новый подраздел либо же правой стороной мышки вы нажимаете вставить и выбираете подраздел и получаете подраздела куда вы записываете свои собственные варианты предложения так что это за блок у нас вот тут вот вверху это наши мини истории сюда мы записываем свои мини истории вот они наши мини истории блоку первому одна и вторая вы соответственно затираете одну из моих затираете одну из моих и вставляете свою собственную как это сделать здесь вы нажимаете на блок номер один правой кнопкой мышки вставить и выбираете функцию сноска у вас появляется такой блок в этот блок вы копируете материал вашего мини рассказа вот пожалуйста он добавился у нас на самый верх поверх наших рассказов когда вы делаете собственное предложение у вас появляется куча куча различных блоков одинаковых и чтобы одни с другими не путались вы можете визуально их разделить на блоке как это делается верхней части меню есть специальный блок граница вот здесь вот нажимаете на него выделяете сначала кого вы хотите выделить и потом объединяете и получается общая граница у каждого блока дальше с правой стороны есть тоже скрытое меню вы нажимаете на любую иконку и она раскрывается здесь вы дополнительно можете редактировать моделировать либо копировать отсюда информацию на иконке там реки здесь соответственно различные опции как что делать в планах фона масштаба и прочих делах можете ставить различные иконки работать с текстом и выбрать различные варианты визуального отображения интеллект карт добавить записи сюда можете комментарии добавлять и записывать задание к интеллект карте чем хорошо работать на сервисе xmind когда вы скачали его как десктопное приложение это приложение будет с вами в компьютере везде и даже если у вас нет интернета вы можете спокойно сесть работать над созданием интеллект карты собирая в нее нужную информацию и визуализируя ее с помощью различных блоков и схем xmind это программа которая you must have она должна у вас стоять всегда потому что необходимость создания интеллект карты с каждым днем увеличивается потому что чем дальше мы движемся по волне прогресса тем с большим количеством комплексной сложной информации мы сталкиваемся наш мозг не в состоянии обработать большое количество несвязанной информации в виде текста и поэтому модули схемы визуальное отображение виде блоков позволяет лучше запоминать и закреплять информацию если же вам нужно что-то быстро повторить то вместо того чтобы рыться в огромном документе и скролить полчаса для того чтобы найти нужную область этого документа вы можете просто открыть интеллект карту посмотреть соответствующий блок интеллект карты и связанном виде повторить и закрепить информацию очень рекомендую вам пользоваться интеллект картами для развития ваших языковых навыков в частности для того чтобы запомнить и связать разрозненные слова фразы и выражения собрав из них предложения и мини истории чтобы ваш головной мозг сказал вам спасибочки дорогуша за то что позволил мне сэкономить для тебя же любимого времени и запомнить необходимый блок информации это был пятый сервис который мы рассмотрели как делать интеллект карты